Добрый день! Сегодня мы отправились на главную улицу Москвы, Тверскую, где расположен один из фирменных магазинов южнокорейской компании Samsung. Здесь широко представлены образцы современной электроники и бытовой техники. Пройдя по просторному, сверкающемуся всеми цветами радуги демонстрационному залу, упробовавшись новейшими телевизорами самых разнообразных форм и размеров, мы добрались до нашей конечной точки скромного отдела по продаже пылесосов. Именно здесь нам предстоит познакомиться и провести испытания нового чуда современного пылесосостроения робота-пылесоса PowerBot, последней модели. Рекламной цели мы здесь не преследуем, поэтому сразу придем к делу. Комплектация, в нее помимо самого аппарата входит зарядная станция с блоком питания, пульс с батарейками, виртуальная стена, правда без батареек, запасной фильтр и щеточка для чистки. Роботами-пылесосами удивить сегодня сложно, не первый год они стоят уже на сложной чистоте и порядке. Поэтому у этого аппарата отличаем только особенности. Видеокамера смотрит строго вверх и запоминает конфигурацию помещения по потолку. Система циклона форса защищает фильтр от быстрого загрязнения, так как перед фильтром закручивает пыль и отправляет ее в специальный отсек. Уникальный инверторный двигатель, мощный и долговечный. Никаких сомнений, что по уровню всасывания этот робот на уровне лучших образцов. Из малозаметных помощников следует отметить 10 датчиков-сенсоров, составляющих с видеокамерой и бампером комплексную систему координации движения и контроля. Из других особенностей отмечаем умение пылесоса увеличивать мощность всасывания на участках с большой запыленностью. И наоборот, в особых случаях пылесос можно настроить на тихий режим. Этот уникальный аппарат может спокойно работать, когда вас нет дома. Достаточно записать такую программу в память. Но нам больше всего понравилась возможность поиграть с пылесосом, указывая ему маршрут уборки световой точкой от пульта. Он бежит за ней как собачка и убирает нужные места. Наверняка это будет самая интересная и самая полезная игрушка для вашего ребенка. На животике этого домашнего питомца мы видим чистящую щетку увеличенной длины. Вот защелки, которые позволяют эту щелку вынимать и очищать. Отмечаем также практически прямоугольную форму головной части. Понимаем, что это позволит пылесосу довольно ловко убирать углы. Это контакты подзарядки аккумулятора. Под крышкой расположен сам аккумулятор. А вот здесь хорошо видны три датчика, предотвращающие падение с высоты. У пылесоса вездехода большие ведущие колеса. С их помощью барьеры высотой до полутора сантиметров преодолеваются с входу. Важный элемент, главный или как он здесь называется, аварийный выключатель. Если он выключен, ничего не работает. Обязательно отключайте пылесос при длительном хранении, перевозке, чистке или ремонте. Переходим к управлению. Сразу отметим, управление пылесосом, когда он находится на зарядной станции или вне ее, отличается. Поэтому, если у вас главный выключатель включен, но все равно что-то не получается, первым делом снимите или наоборот поставьте пылесос на станцию подзарядки. На самом пылесосе три сенсорных кнопки. После включения главного выключателя необходимо поддержать кнопку старт-стоп. Робот оживает. Правее расположена кнопка «Домой на подзарядку». Это любимая всеми роботами кнопка. И наконец, самое левое – выбор режима уборки. Здесь есть режим автоматической уборки. Робот сам определяет качество своей работы и будет убираться до полной победы над пылью. Для достижения этой победы он будет подзаряжаться столько раз, сколько потребуется. Режим уборки – область. Предназначен для уборки загрязненной площади размером примерно 1,5 на 1,5 метра. Но пылесос в эту область необходимо доставить. Режим максимум. Пылесос сделает оптимальную уборку на одном заряде батареи. Потом подзарядится, но убираться уже не поедет. Будет ждать ваших указаний. И последний режим – ручной. Гоняете робот кнопками пульта почти как детскую игрушку. Итак, выбрали режим и стартуем. Но сразу следует отметить, что пользоваться кнопками на пылесосе чрезвычайно неудобно. Во-первых, нагибаться надо. Во-вторых, попасть пальцем в кнопку. Да еще при движении этого вертлявого непоседы очень сложно. Вот для чего и существует пульт. Он не только дублирует три основные кнопки, но и добавляет много новых возможностей. Пройдемся по пульту. Кнопка вывода из спящего режима и обратного погружения в сон. Учтите, первый раз после включения главного выключателя ее надо подержать. Кнопки режимов автоматического, режима уборки области, максимального и ручного управления. Со всеми режимами мы уже знакомы. Любимая кнопка «Домой» на порядку. Кнопка старт-стоп. Кнопки руления пылесосом при ручной уборке. Имя же робот программируется, но об этом во второй части инструкции. Кнопка перевода в тихий режим и обратно. Кнопка выключения-включения датчика пыли. Этой кнопкой убираем звуковые сигналы самого пылесоса. Кнопка начала программирования. А если подержать, кнопка стирания этих же программ. Кнопка настройки внутренних часов. А вот эта кнопка пустая, не используется. Но нам больше всего понравилась и эта кнопка. Именно она зажигает на пульте фонарик, который может перемещать пылесос за своим лучом. Проверим теперь, как тут все это работает. Включили пылесос главным тумблером. Подержали кнопку включения. Пылесос ожил и сразу предложил автоматический режим «Можно стартовать». В отличие от обычного пылесоса, для любого робота зарядная станция – это мать родная. Для нее придется выбрать чуть ли не лучшее место в доме. Мало того, робот со станцией должны быть постоянно на связи и обмениваться информацией. Даже по паспорту дальность связи всего лишь 5 метров. А могут быть еще и преграды. При потере связи пылесос уже не сможет вернуться на подзарядку. При таких ограничениях рассчитывать, что робот будет убирать комнату за комнатой не приходится. Если вам нужно перебросить пылесос на новый участок работы, то конечно можно и руками перенести. Но зачем? Лучше воспользуйтесь кнопками руления на пульте. А еще удобнее – фонариком пульта. Если в вашем доме пылесосу есть куда падать, то можно не волноваться. Специальные датчики не дадут этого сделать. Но признаемся, помня о цене этого суперкара, наше нервное напряжение при испытаниях было на пределе. Изначально у пылесоса включен датчик пыли. Это означает, что при обнаружении излишних грязных участков включается турборежим. Датчик можно отключить. Если вам мешает шум, то вот кнопка тишины, точнее понижение мощности. В этой ситуации и турборежим не включится. Практически лишняя кнопка – выключение сигналов пылесоса. На фоне общего шума они и так почти не слышны. Вспоминаем про виртуальную стену. Вставляем большие круглые батарейки. Она призвана перекрыть дорогу пылесосу туда, где он не нужен. Нажимаем кнопку, включая запрещающий луч. Ставим ее, например, вот так. Пылесос уже в ту часть помещения не попадет. Но бывают исключения. Их целых три. И в ручном режиме, и в режиме фонарика барьер преодолевается легко. Теперь попробуем перекрыть стеной путь к родному дому. Даем пылесосу любимую команду – домой. Кто бы сомневался, конечно, стена не устояла. Лучшие советы со всего света. Видеосоветы.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова